А это телефон АТС? Да шо как ты нахуй! А я куда попал? Пизду! Первая часть Рэмбо 1982 года в оригинале называется просто «Первая кровь» и фильм сделан по книге. А актер, получивший больше всего премий и номинаций на антипремию «Золотая малина» Сильвестр Сталлоне, взял за роль 2 миллиона и еще полтора миллиона с процента за показы по ТВ. Рэмбо при 17 миллионах бюджета принес более 125 по кинотеатрам и еще больше на проданных видеокассетах и на показах по ТВ. Фильм был супер успешен, а сценарий фильма переписывался более 20 раз. Также Рэмбо был очень долгое время в препродакшене. Очень много актеров рассматривались на роль за многие годы, как и планировалось очень много режиссеров. Актеры Чак Норрис, Кирк Дуглас, Ник Нолти, Роберт Де Ниро и Аль Пачино рассматривались на роль Рэмбо. А Аль Пачино, когда был выбран, предложил, чтобы Рэмбо был более безумным и слетевшим с катушек военным. Но продюсеры ему в этом отказали, и Аль Пачино отказался от роли Рэмбо. А Дастин Хоффман сам отказался от роли Рэмбо, так как ему показалось, что персонаж слишком жестокий. Когда выбрали Сталлоне на главную роль в фильме Рэмбо, он предложил, чтобы Рэмбо в фильме никого не убивал, в отличие от книги. И Сталлоне хотел показать, что Рэмбо в фильме был лишь жертвой обстоятельств. Я только и думал об этом, я это видел во сне. А в книге Рэмбо было еще написано, что полицейский, который доебался до Рэмбо, был ветераном Корейской войны, а Рэмбо был ветераном Вьетнамской войны, и тому полицейскому было обидно, что все уже забыли про Корейскую войну и жалели только ветеранов Вьетнамской войны. Фамилия Рэмбо взята от сорта яблок, который так и называется Рэмбо. Есть летний Рэмбо, есть зимний Рэмбо. А сорт яблок взял свое название от Питера Рэмбо, который привез семена вот этих яблок из Швеции и начал выращивать. Поначалу Кирк Дуглас был выбран на роль полковника в Рэмбо, но Кирк хотел сильно изменить сценарий, и ему отказали в этом. И Кирк Дуглас за пару дней до начала съемок отказался от своей роли. И в итоге роль полковника вместо Кирка Дугласа играл Ричард Крена, которого выбрали за пару дней до начала съемок, и он уже учил слова своего персонажа прямо на съемках. По книге полковник в конце убивает Рэмбо, но Сталлоне был против этого, так как это несет плохой посыл всем к тем, кто воевал на войнах, что типа нет никакого выхода для них, кроме смерти, и нет ничего хорошего уже для них после войны. К тому же Сталлоне знал, что нельзя убивать главного героя в первом фильме, так как в случае успеха сложнее будет продолжать рубить капусту с продолжений. Это он понял уже на съемках фильма Рокки. Квентин Тарантино однажды упрекнул Сталлоне в том, что он не убил главного героя в конце Рэмбо, как и по сути должно было быть. Но Сталлоне ответил Квентину, что Квентин, ты сумасшедший, я хочу делать еще несколько продолжений, а не заканчивать все сразу. Все кончено. Нет, ничего еще не кончено. Ничего. На режиссуру Рэмбо рассматривались различные режиссеры, включая Джорджа Миллера, который режиссировал первую часть Безумного Макса 1981 года. Но в итоге режиссером выбрали Теда Котчефа, который режиссировал до этого мою любимую комедию Укенту Берни. Точнее не до этого, а после этого он режиссировал Укенту Берни 1989 года. Не забудь утром повесить на вешалку мою ценника Ассума. Может я тебя повешу? Хорошо. У Сильвестра и режиссера Теда Котчефа на съемках фильма Рэмбо были стычки, из-за того, что Тед неоднократно просил повторить сцену и сделать еще дубль. А Сталлоне однажды не выдержал и спросил, да сколько еще можно. А Тед ответил, заткнись и делай еще раз. После этого Сильвестер пошел в сторону Теда Котчефа, хотел врезать ему, но охранники тут же скрутили Сильвестра и не дали случиться драки. На съемках Сильвестру Сталлоне было очень холодно бегать без рукавки, как он признался спустя годы, и делал он это только для того, чтобы круто выглядеть. Также на съемках Сталлоне сломал ребро во время съемки трюка «Падение на дерево». Как сказал Сталлоне, первоначальный монтаж Рэмбо был более трех часов, и когда он посмотрел его, то его вырвало, он стал подавленным таким, с плохим настроением, и он попросил у студии, он думал, что теперь Рэмбо загубит всю его карьеру. Он попросил у студии выкупить все материалы по фильму, чтобы сжечь их, но студия ему отказала, тогда Сталлоне попросил перемонтировать фильм, и это разрешили. В итоге фильм из более чем трехчасового сделали полуторачасовым почти, сократили большую половину его, Рэмбо там сделали молчаливым почти, он только в начале, немножко в середине и в конце говорит, хотя по фильму он там нормально говорил, у него было куча диалогов. Сталлоне сейчас занимается режиссерской версией Рокки-4, и может быть после Рокки-4 у него когда-нибудь дойдут руки до режиссерской версии Рэмбо, и мы увидим, что там такого ужасного, что не понравилось Сталлоне, когда он впервые посмотрел более чем трехчасовой монтаж фильма. Из удаленных и доступных сцен в Рэмбо, которые доступны на лицензионном Блю-Рее, есть сцена, где Рэмбо танцует с вьетнамской, по-моему, проституткой, и потом с ней занимается сексом. Как сказал Сталлоне, это именно он предложил, чтобы Рэмбо выживал в конце, но режиссер Тед Котчев был крайне против этого и даже хотел подать на Сталлоне тогда в суд, так как Сталлоне отказывался снимать сцену с самоубийством Рэмбо. В итоге самоубийство Рэмбо сняли, и это потом стало альтернативным финалом у Рэмбо. С этой первоначальной концовкой фильм показали тестовой аудитории, и тестовой аудитории чудовищно не понравилась концовка фильма. В итоге, как сказал Сталлоне, через полгода его вызвали для досъемок Рэмбо, и концовку заменили на позитивную, где Рэмбо не кончает жизнь самоубийством, и его спокойно выводят из здания живым. Несколько актеров, играхших в Рэмбо, уже умерли. Упомяну про них. Ричард Крэна, игравший полковника в Рэмбо, умер в 2003 году, в 76 лет, от рака поджелудочной железы. Он сыграл еще во многих фильмах, включая три части Рэмбо и пародию на Рэмбо «Горячие головы 2» 1993 года, про все части которых есть ролик на канале. Брайан Денехи, игравший гадкого полицейского в Рэмбо, умер в 81 год, 15 апреля 2020, от остановки сердца из-за сепсиса. В его фильмографии также огромное количество фильмов. Жить буду, Тонь, ты должен их остановить. Джек Старлетт, игравший полицейского в Рэмбо, умер в 89 году, в 52 года, от почечной недостаточности. Альф Хамфрис, игравший усатого полицейского, умер в 2018 от рака мозга. В сцене, когда Рэмбо сбегает от полицейских, Сильвестр как раз-таки локтем ударил в нос актера Альфа Хамфриза и сломал ему нос. Если в первом фильме Рэмбо почти никого не убивал и был, так сказать, святым безгрешным монахом, то во второй части уже стали убивать сотнями людей и фильм стал из драмы, из экшн-драмы, стал типичным боевичком-херовичком. При 25 миллионах бюджета второй Рэмбо принес 300 миллионов и номинировался даже на Оскар за эффекты, но получил антипремию «Золотая малина» как худший фильм. Сильвестр получил «Золотую малину» как худший актер и сценарий стал худшим. Теперь фильм называется «Рэмбо. Первая кровь 2» и вышел фильм в 1985 году. Сильвестр 8 месяцев готовился к роли и набрал мышц. По сравнению с первой части он стал больше. Несколько недель его усиленно тренировал для набора массы и мышц бывший бодибилдер и хиропрактик Франко Коломбо, умерший в августе 2019. Тренировка, по словам Франко, была каждый день в 4 утра. Задание выполнено. Немного более подробнее про Франко Коломбо я, кстати, рассказывал в ролике про умерших знаменитостей в 2019-2020, есть ссылка в описании. Я хочу с тобой поговорить. Как сказал Адольф Лунгрен, он рассматривался на роль русского злодея во втором «Рэмбо», но ему тогда отказали, зато взяли позже на роль в «Роке 4», где он сыграл Ивана Драга. И в «Рэмбо 2», и в «Роке 4» главный злодей – это русский. Из-за тебя я потерял всё. Также продюсеры ко второму «Рэмбо» хотели подключить напарника, который бы периодически иногда подшучивал над «Рэмбо» и добавлял юмор в фильм. И на это дело выбрали Джона Траволта. Но Сталлоне полностью отказался от идеи продюсеров, потому что не хотел делить внимание, деньги и экранное время с Джоном Траволтой. Весь юмор в итоге был из второго «Рэмбо» полностью убран, и никакого напарника у него нет. Сильвия только согласился добавить к этой части фильма «Рэмбо» тёлочку, на полфильма буквально, чтобы её в конце убили. Её играла Джулия Никсон, и это был её первый фильм в карьере. А на съёмках второго «Рэмбо» было очень жарко. Около 48 градусов жары. Также на съёмках во время взрыва погиб человек, занимавшийся спецэффектами, Клифф Уэнгер. Ему посвятили фильм. И в «Рэмбо 2» можно увидеть надписи по-русски, через жопу, и несколько слов по-русски. Также говорили парочка актёров. Ещё в «Рэмбо 2» была интересная фраза. Так называются в оригинале фильмы «Неудержимые». Они в оригинале «Расходный материал». Ты нерасходный. Фразу про «Расходный материал» в разных переводах переводили по-разному. Я расходный. Я одноразового пользования. Мною можно пренебречь. Я ожидаемый. Что же ожидаемый? Ты не одноразовый. Ты очень нужный. Собой нельзя пренебречь. Не пренебрегай собой. На режиссуру второго фильма про «Рэмбо» изначально рассматривался Джеймс Кэмерон, который написал первую версию сценария ко второму «Рэмбо». И это указали ещё и в фильме. Авторы сценария – Сильвестр Сталлоне и Джеймс Кэмерон. Но в итоге режиссёром второго «Рэмбо» стал Джордж Косматос, который всего лишь на бумаге, так сказать, был режиссёром, а всем там режиссировал и управлял на самом деле Сталлоне. Позже Джорджа Косматоса также ещё записали в режиссёры фильма «Кобра», про который я рассказывал в ролике про классные фильмы со Сталлоне, есть ссылка в описании. Ну и в фильме «Кобра» Джордж Косматос его не режиссировал, а был просто продюсером. Режиссировал и всем заправлял фильмом Сталлоне. Также ещё Джордж Косматос записан режиссёром фильма «Тумстоун» «Легенда Дикого Запада», но там он также только на бумажке, так сказать, а всем он там заправлял Курт Рассел. А Джордж Косматос умер в 2005 году, 64 года, от рака лёгких. Сильвестр Сталлоне В 87 году и в 2013 вышли порно-пародии на «Рэмбо», можете найти их в интернете. А также с 85 года начали выходить различные игры про «Рэмбо». Выходили они и на «Дэнзи», и на «Аркадных автоматах», и на «ПК». Тумстоун «Рэмбо», «Н Гевиэст», «Рэмбо», «Тумстоун» «М unlikely поэту» Тумстоун «Рэмбо», «Аркадных автоматах» Фильм Рэмбо 2 есть в редкой женской озвучке, которая делалась девушкой, которая особо языка английского так сильно и не знает, и у нее очень много ошибок в переводе. Делалась эта запись, видимо, у нее на аудиомагнитофон, херовый, перезаписанный много раз пленкой, потому что там постоянно во время перевода у нее слышен такой писк. У меня подобное также есть, где мы записывали детские голоса, и там тоже такой перезаписанный много раз пленки, она так свистит, и очень тяжело слушать, и неприятно. Возможно, эта же девушка переводила фильм «Романтические слияния двух лун». Голоса вроде как похожи, но я давно не сравнивал слияния двух лун, не пересматривал. Скорее всего, это вроде бы не она. Называется у нее вторая часть Рэмбо. В начале фильма у нее ошибка, где она говорит «Мы идем от министерства», хотя на самом деле там Рэмбо спрашивала «Мы победим в этот раз?» «Мы идем от министерства, это только тебе». «На этот раз мы победим, все зависит только от тебя». На 12.50 у нее чушь про «Спасибо». «Вы знаете, как я отношусь к своим словам?» «Я, знаете, в первый раз сказал спасибо, а в отчасти второй раз спасибо». «Из второго батальона в живых не осталось никого». «И вы хотите, чтобы я после этого ему верил?» Когда идет речь про заложников в Вьетнамской войне, то у нее в переводе они еще с 1945 года в лагере. «Я много, много, долго весела. Много там людей еще в лагере. Да, много. С 1945 года я истула сидеть». «Давно ты в этом лагере?» «Год. А, кстати, какой сейчас год?» Ну еще она перевела неправильно какую-то ерунду про предсказатель погоды как машина. «Кто ты такой? Ты здесь? Ну кто? Ну предсказатель погоды как машина?» «И больше ничто?» «А вы просто винтик. Мы машина». И про миссия выполнена она также неверно перевела. «Миссию временную». «Задание выполнено». «Они хотят любви? Почему вы не хотите любить нас?» Еще из забавного во втором фильме «Рэмбо» на озвучке у Гоблина. Он в начале фильма всегда говорит «художественный фильм». То есть, когда мы смотрим, мы не можем понять художественный и всегда думаем, типа, что это документалка. Так, включаешь, например, «Терминатора», думаешь, что это такой серьезный документальный фильм, а это оказывается художественный фильм. И, слава богу, Гоблин всегда это пояснял. Сильвестра Сталлоне за роль в третьем «Рэмбо», который вышел в 88-м году, получил «Золотую малину» как худший актер и взял за роль 16 миллионов, а также «Самолет Гольфстрим» стоимостью в 12 миллионов. «Очень хорошо». Сталлоне сказал, что фильм провалился по его вине, так как он не дал эмоциональной составляющей для фильма, а только много экшена. Во время съемок сцен, где «Рэмбо» скачет на лошади, сам Сильвестер реально выполнял этот трюк и порвал мышцу, который потом восстанавливал два года. «Ты кто такой?» «Твой худший кошмар». «Я ваш самый худший сон». «Я ваш самый страшный сон». «Нет». «Самый страшный сон у меня, когда мне приснилось, что я проснулся без члена». Поначалу на режиссуру третьего «Рэмбо» был выбран Рассел Малкехи, который на роли русских злодеев и военных набрал голубоглазых блондинов-сёрферов. Когда Сталлоне приехал на съемки и увидел выбор Рассела Малкехи, что теперь русских военных играют голубоглазые пидорасы, он уволил Рассела Малкехи и этих людей. Голубоглазых блондинов-сёрферов-военных уволили, и Сильвестер Сталлоне набрал на роли русских военных злодеев уже нормальных актеров. Также режиссером сделали Питера Макдональда, который номинировался на режиссуру третьего «Рэмбо» как худший режиссер на антипремию «Золотая малина». Также он еще режиссировал фильм «Деньги, деньги и еще деньги» 92-го года с Марлоном и Дэймоном Уайенсом. Питер Макдональд теперь работает режиссером второй съемочной группы во многих фильмах, а также он работал оператором во многих фильмах. Сценаристом третьего «Рэмбо» был Шелдон Летич, который за свой сценарий к третьему фильму номинировался на антипремию «Золотая малина» как худший сценарист. Также он еще работал режиссером и режиссировал фильм «Некуда бежать» с Ван Дауном и еще многие фильмы он режиссировал с Ван Дауном и до сих пор они дружат с ним. Третий «Рэмбо» есть в неизвестном одноголосом женском переводе. В ее переводе уже гораздо меньше ошибок, чем у той девушки, которая переводила вторую «Рэмбо», однако все же есть ошибки. В ее переводе вместо режиссер-директор… «Директор фильма Питер Макдональд». «Режиссер Питер Макдональд». «А я твой худший кошмар» у нее в переводе звучит как «Вы не знаете меня». Как будто типа не туда позвонили что ли. «Кто вы с кем я разговаривали?» «Вы не знаете меня». «Кто ты?» «Я твой кошмар». «Здравствуйте, а Гоги дома?» «Вы не туда попали». Третий фильм «Рэмбо» Сильвестер Сталлоне посвятил доблестным воинам Афганистана. Это сказано в конце фильма. «Фильм посвящается доблестным воинам Афганистана». В 89-м году вышла комедия под названием «Ультравысокая чистота» в главной роли с пародийным певцом странным Эллом Янковичем. В этом фильме была пародия на Рэмбо. Также еще Рэмбо пародировался в комедии «Я достану тебя, ублюдок» 88-го года. А сцена с прижиганием раны была еще в «Хищниках» в «Универсалном солдате» в фильме «Выжившие» 2015-го. Фильм «Горячие головы 2» очень много пародирует из Рэмбо. А также Рэмбо пародировался в одной сцене офигенно неодоцененной комедии «Заряженное оружие» 1993-го года. В 2007-м году вышел фильм «Сын Рэмбо». Он не имеет отношения к серии фильмов Рэмбо, за исключением схожести в названии. Но в оригинале «Сын Рэмбо» в слове «Рэмбо» буква «W» на конце. И в итоге звучит Рэмбо точно так же, но пишется по-другому. Поэтому по суду не доебешься. Это детский вообще фильм про мальчиков-друдей. Бюджет был 4,5 миллиона фунтов стерлингов, а принес фильм 10 миллионов и был успешен. Из интересного в одной из главных ролей был Уилл Полтер. Это был его первый фильм. За годы Сталлон написал несколько вариантов сценария для четвертого фильма Рэмбо. В одном из них у Рэмбо был брат. Но это, видимо, все было не то для него или для студии. И вот когда уже был написан окончательный сценарий для Рэмбо Нутова, вышла четвёртая часть. Это было спустя 20 лет после третьей части. И в оригинале четвёртый Рэмбо называется в некоторых версиях просто «Джон Рэмбо». Режиссировал эту часть сам Сталлоне. Он же был вторым сценаристом фильма. Три месяца актёры снимались в джунглях в Таиланде при сильной влажности и жаре. И это были не самые простые и приятные съёмки для них. Так как четвёртый Рэмбо показывал положение дел в стране Бирме, это очень не понравилось местным властям и фильм был запрещён там к показу. А Сильвестру запретили въезд в эту страну. Принёс четвёртый Рэмбо более 100 миллионов при 50-миллионном бюджете. Однако Сильвестер Сталлоне сказал в интервью, что бюджет четвёртого Рэмбо был небольшой. То есть на конец двухтысячных годов 50 миллионов – это уже совсем небольшой бюджет для Сильвестера Сталлоне. А всем актёрам перед съёмками в четвёртом Рэмбо и поездкой в джунгли Бирмы было сделано более 30 прививок от малярии и прочих всяких болезней. Есть расширенная версия четвёртого Рэмбо, в которой есть чуть-чуть интересного. В расширенной версии у Рэмбо, возможно, остался живой отец, но Рэмбо с ним видеться не хочется. А в конце фильма Рэмбо приходит на ранчо своего отца, но тот оказывается мёртв. С этого ранчо и начинается пятая часть, типа там живёт Рэмбо. В 2009 году появились слухи о том, что будет пятая часть Рэмбо, где Рэмбо возглавит отряд элитных военных, которые будут сражаться против какой-то генетически модифицированного чудовища. Но, по-моему, это чистый абсолютный бред и медиа-утка, и не стоит этой хероте верить. В 2010 году в интервью Сталлоне сказал, что закончил сериями фильмов про Рэмбо, однако спустя почти 10 лет он всё же у него где-то там зачесалось, и он всё же передумал. Привет, Сергей. Хорошего вечера и приятного стрима. Смотрел последнюю часть Рэмбо. Спустя 11 лет после выхода четвёртой части вышла пятая часть фильма Рэмбо. И эту часть фильма можно назвать Эль Рэмбо, так как здесь много мексиканских и испанских актёров, как и в Терминаторе 6, где был Куан Карлос Аугусто де Терминейро. А тут Эль Поко Локо Рэмбо, который мстит, и мстя его страшна. Режиссёром пятого Рэмбо был Эдриан Грюнберг, который до этого работал помощником режиссёров в различных фильмах, а также он ещё режиссировал фильм «Весёлые каникулы» 2012 года с Мэлом Гибсоном. А за режиссуру пятого Рэмбо он номинировался как худший режиссёр на антипремию «Золотая малина». У Сталлоне молодые красивые дочери, и он о них заботится. И это выразилось в сценарии Рэмбо. Тут у Рэмбо племянница, которую похитили в секс-рабство, и Рэмбо её спасает. А это мы уже раньше видели в фильме «Заложница» с Лиэмом Нисоном. И пятый Рэмбо абсолютно вторичен и неинтересен, в отличии от офигенного экшена «Заложница». И чтобы напугать своих сексуальных дочек, чтобы они всегда слушали своего папу Сталлоне, пятым Рэмбо убивают ту девочку, о которой заботился Рэмбо. РЫБА! Производством пятого Рэмбо уже занималась студия Сильвестра Сталлоне, которая называется «Бальбо Продакшн». Студия названа, как понятно, в честь Рокки Бальбо, персонажа из фильма «Рокки». И ещё из интересного пятый Рэмбо получил рейтинг для взрослых, так как там показываются довольно-таки жестокие кадры. Там Рэмбо выдирает плечевую кость у злодея, также он в конце вырезает у него сердце, и по изначальному сценарию Сталлоне сказал, что в конце вообще он должен не только вырезать сердце, а ещё вырывать позвоночник, типа. Может напиздел, может быть правда, но в итоге такое жесть не стали даже снимать. Последняя кровь Рэмбо получила антипремию «Золотая малина» как худшее продолжение, а Сильвестер номинировался как худший актёр и за худший сценарий. Пятый Рэмбо также номинировался как худший фильм, но худшим тогда стал мюзикл «Кошки» 2019-го. Однако при 50 миллионах бюджета Пятый Рэмбо принёс около 90 миллионов. И хоть Сильвестер и сказал, что это последний фильм про Рэмбо, дополнительные сборы на видео и показах ПТВ могут сделать так, что будет ещё и шестая часть. Вышел Пятый Рэмбо в двух версиях, международная и для США. По России гонялась международная. Она длиннее для СШАшной на 10 минут. Там просто в начале Рэмбо спасает двух людей, которые, там по-моему один или два человека в итоге всё равно умирают. А он пожал её искать. И мы благодарны, что помог нам. В октябре 2020-го должен был выйти индийский ремейк Рэмбо. Но что-то там походу с правами у них не получилось. Из-за бабок, из-за студий, что-то там, видимо, какие-то споры начались. И кроме афиши, по-моему, дальше дело и не пошло. Вроде даже обещали трейлер выкатить, но по-моему даже и трейлера нету. Осталось только афиши этого фильма. Джон Рэмбо! Сталлоне также сказал, что всегда хотел снять приквел к Рэмбо, где объяснял бы изначальные мотивы этого персонажа. То есть показывался бы Рэмбо и его жизнь ещё до Вьетнамской войны. Привет, Сергей. Хорошего вечера и приятного стрима. Смотрел последнюю часть Рэмбо. Здорово, Данил, Смайл. Спасибо. Не, Рэмбо не смотрел. Мне не нравится Рэмбо, я же говорил. Первое, это была драма интересная. Ну, тоже такая натянутая, чисто американская. У нас такое каждодневно, ежедневно со стариками, которые войну прошли, происходят... У них там молодой парень пришёл, который там... Сколько там Вьетнамская война шла, не знаю. Вот он Вьетнамскую войну вроде как отслужил, и то мы не знаем, он с самого начала был, или там один месяц он там воевал, не помню, уже давно смотрел этот фильм. И вот он трагедию разыгрывает из-за того, что он после войны пришёл, а тут ему ничего, никто ему хуй не сосёт. У нас как бы поживи, у нас старики вон... Калину, так сказать, продают, в холод сидят. И на 8 тысяч рублей живут в месяц. А тут он пришёл, молодой парень, не может устроиться просто на работу и заткнуть свою жопу. Чё-то там пиздит возникает, и из-за этого драму делают. Ну вот первый фильм про это, а последующие фильмы... Ой, давай, Рэмбо, ты теперь боевиком становишься, давай-ка из драмы мы тебя переориентируем в боевички для любителей войнушек, пострелушек. Ну и вот дальше, вот войнушки по стрелушке, по бегушке, вертолёта против ножа, нож побеждает вертолёт и так далее. Ну и чё там, в третьей части благой, позитивный суперамериканец Сильвестр в столовой, Рэмбо, убивает русских, не помню на какой войне там. Ну вот. А четвёртую часть я не смотрел, по-моему, но и пятую тоже не смотрел. Мне не нравится. Неинтересно. Первая была драма такая, у которой была альтернативная концовка, где Рэмбо, по-моему, сам себя убивает. Вот её и надо было закончить. Так, фильм про Рэмбо. Последующие это уже так, просто вот по стрелушке по бегушке, ножик против вертолёта. Если кому интересно узнать, в чём отличие пятого ми-бенда от четвёртого, то есть ссылка в описании. Я там сделал видео про все новинки пятого ми-бенда. Если кто задумывается и кому интересно, гляньте в описании. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на этом канале. А это именно Иво Виес, Кирилл Кусанаги, Сергей Чернов, Сергей Миняйлов и Джанки. А также огромное спасибо мега-спонсорам Лори Лорину и Андрону Андрону. А также чёткому спонсору Джеку Ньюформу. И ещё огромное спасибо всем, кто есть на сервисе Патреон и всем, кто в спонсорах на Ютьюбе. Спасибо за постоянную поддержку. Фамилия Рэмбо взяла... Фамилия Рэмбо взята от сорта яблок, которая так и называется. Фамилия Рэмбо взяла... Бл***ь. Разному. Режиссуру второго Рэмбо рассматривал Джеймс Кэмерон, который написал первый раз в сценарии. Бл***ь. Переграют какие-то, так сказать... Бл***ь. Вы сука ебанок, бл***ь. Военных нашли нормальных, актёров сильных, красивых и военных. Бл***ь. Тебяное говно. Голубоглазых военных... Голубоглазых блондинов. Голубоглазых светлых блондинов. Бл***ь. Голубоглазых блондинов военных. Голубоглазых блондинов в серферах военных уволили. Бл***ь. И Сталлона набрал нормальных актёров на роли русских злодеев. Военных. Бл***ь. Взяли потом Питера Макдональда, который еще режиссировал многие фильмы, за***мало, он еще работал режиссером и очень много работал со сукой этой ебаной, сучарой поганой, м***кой, ху**ской. Так, Сильвестер 8 месяцев готовился. Сильвестер сам реально выполнял трук, трук, б***ь.